Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья. Вы на моем канале о вязании. Очень рада вас здесь видеть, приветствовать. Итак, у нас очередная с вами болталочка. Сегодня я видео буду совмещать, как уже и говорила ранее. В конце немножечко ставлю небольшой кусочек для тех, кто любит дачные дела. Начала посадки первые в этом году и все покажу. Основное видео будет у меня сейчас все про вязание. Поэтому вязание смотрите. Если не любите дачные дела, выключайте. Кто любит, остается. По вязанию вроде как вяжу очень много, но девочке показывать особо нечего. Поэтому редко появляюсь вот в таких видео. Но это временно. Еще февраль наверное в таком режиме я поработаю. Потом будет видео чаще выходить. Именно такого плана. Почему? Потому что я вяжу носки. Очень много уже связала пар. И стараюсь в перерывах отдыхать и вязать что-то для дома, для семьи, для себя. И вот когда есть что показать, тогда подключаюсь. еще в февраль заказы будут сказали на носочки. А потом уже я полностью переключаюсь на свой канал и буду работать в обычном режиме. Итак, что мне сейчас удалось повязать в промежутке. я показывала вам давненько уже, наверное, осенью. Вязала доча своей шапку. Вот такую шапочку. Вы могли видеть, кто посмотрел мастер-класс, недавно вышел на канале, по фиксированному отвороту показала. Сняла отдельный такой небольшой кусочек, поскольку часто возникают вопросы, как я делаю фиксированный отворот. Мне он очень нравится. Очень хорошо на голове шапка сидит и по лицу вот это место хорошо прилегает. Такой мастер-класс сняла. Ссылочку на всякий случай оставлю. Возможно, кого-то заинтересует. Итак, вот такая шапочка была связана осенью для дочи. Это моя любимая модель. Это вторая шапка для нее. По-первых, тоже мастер-класс я снимала. Также оставлю ссылочку. Нравится сама модель и нравится макушка. Очень симпатично сидит по голове вот эта макушечка. Для меня всегда проблема именно вывязать красивую макушку. Связать шапку проблем нет. Именно, чтобы получилась красивая макушка, когда одеваешь на голову, чтобы вот этот верх был аккуратный и красивый. Вязала много своих шапок разных, да, за свою жизнь. Но вот это самое удачное, на мой взгляд. И получила очень много положительных отзывов, комментариев. Итак, к чему я клоню? По такому образцу я решила связать взрослую шапку. Тоже были просьбы, Наталья, объясните, как вяжете взрослую шапку, сколько высоту провязываете до убавок. Здесь убавки всего лишь три ряда. Быстрое закрытие, то есть ровным полотном вяжется шапка. Очень легко, наверное, самый простой вариант. И всего лишь три ряда закрытия, и получается все идеально. Поэтому сегодня покажу вам шапочку, которую связала для себя на эту весну. И немножко объясню, как ее вязала. Итак, вот она, моя шапочка. Девочки, я еще не успела ее постирать, но я думаю, уже все понятно. Все видно. Вот такая же, точно такая же, только взрослая шапка. Очень классная получилась. Хорошо сидит по голове. Сверху все отлично, не сильно топорщится, все симпатично. Я решила этой весной полностью поменять себе гардероб осенний. Уже мне дочь старшая помогла, мы с ней все выбрали, все приобрели. И купила теплую шапку, и нужна была вот такая шапочка без подклада, без всего, просто чтобы мне на теплую уже прям весну носить. Решила связать. У меня весь гардероб вот в такой цветовой палитре практически. Там светлей, темней, но кофейные цвета присутствуют. еще не сказала. Вот эту шапку я вязала дочи из пряжи Валенсия от Сиан. По-моему, в две ниточки уже точно не помню, но мне кажется, в две нити я вязала, потому что она толстенькая, такая хорошая. По пряже информацию все с чего вязала внизу, как обычно, в инфобоксе я оставлю. Можете пройти, эту шапку вязала из пряжи Ланагата Макси Софт. 14 315 номер цвета, 50 грамм, так, 90 метров, в одну ниточку вязала. Это у нас мериносовая шерсть, 100% Мерина Экстра Файн. Но без подкладика, просто вот в одну нить, связанная на спицах 3,5, получится она не жаркой, потому что она дырчатая, вот такая, и довольно модная моделька получилась. Так, теперь давайте расскажу по петлям, если кому-то интересно, на взрослого человека, на обхват головы, ну, она очень хорошо тянется, тут 54, 56, вот можно, да, брать обхват головы. я набрала на спице номер 2,5, 110 петель, плюс 1 для замыкания вязания в круг. Сделала высокий отворот, мне нравится, как смотрится на голове, именно вот на взрослых шапках, высокий отворот, 10 сантиметров, симпатичнее намного, чем он будет коротенький, низкий. Так, это я сделала, связала резинку, дальше сделала так, тут еще ниточки не заправила, не смотрите, сделала фиксированный отворотик, провязала еще 6 рядов резинкой один на один и дальше уже начала вывязывать вот эту вот резиночку. 3 лицевые, 2 изнаночные. Все, и пошла дальше вязать. Я мастер-класс, как уже сказала, вам оставлю на дочную шапку, просто по вот этим данным вы сможете связать взрослую по тому мастер-классу. По высоте, если вот брать от подгиба и до убавок, в детской шапке я вязала 21 сантиметр, здесь я сделала 24 сантиметра и 3 ряда убавок. Все, и готова вот такая шапка. За один день буквально можно ее спокойно связать, если есть свободное время. И вот такая шапочка будет у вас на весну. Вот такая красота. Мне очень нравится. Сегодня ее постираю, высохнет, и уже я буду готова, я буду знать, что у меня есть шапка. С этим у меня вечно проблемы. И где-то подобрать, купить готовую, и связать. Как-то вот с шапками я не особо дружу, но вот эта моделька мне действительно зашла, очень нравится. ниточку эту я думаю вы все знаете, она очень мягкая, приятная, в то же время тепленькая, ее детям вяжут очень часто, все подряд теплое, поэтому ниточка очень классная. Не зря я ее заказала, я когда этот оттенок выбирала, еще сомнения были, что, но считала, что мне коричневый вот такой кофейный цвет не очень подходит. Но когда полностью гардероб мы с дочей поменяли, приобрели мне, наоборот, она говорит, что это мой цвет, мне очень здорово, поэтому вот и шапочка в такой же цветовой палитре получилась. Немножко, конечно, она отличается от основного гардероба, но это даже лучше, чтобы не сливалось все. Так, ну вот такая готовая работа, очень ей довольна. Так, ну как уже сказала, это время я продолжала вязать носочки, сейчас кусочек видео вставлю, еще у меня связаны были две пары носочков мужских, на момент съемки я их уже отдала, срочно нужно было довязать, поэтому торопилась, дела все отложила и связала. На размер 44 у меня получились эти две пары, я вам рассказывала в предыдущем влоге, по-моему, как вяжу, какая пряжа, какие спицы, петли, все просили, я там рассказывала, если что, можете там информацию найти, кому нужна. Но вот такие носочки у меня еще были связаны, еще весь февраль сказали, нужны будут носки, то есть будем вязать, вот, а уже с марта там идем свободное плавание, как говорится, буду вязать, то, что хочу, именно работать на свой канал и для вас, поэтому в феврале еще носочки параллельно с другими процессами буду вязать, а с марта уже начну конкретно только свои процессы. Ну, пока так, девочки, вот такие носочки. И следующая пара у меня на спицах, вот она вяжется, это сегодня я связала утром, детей в школу муж увез, и я начала вязать следующую пару носочков. Пока спрос есть, носки буду продолжать вязать. А также я продвинулась в джемпере для дочи своей, ну, там я сейчас просто вяжу вниз длину тела, да, вывязываю, поэтому показывать не буду, я там провязала ну, сантиметров 15, наверное, я там тоже продвинулась, поэтому потихоньку вяжу, сколько ей свободного времени, все у меня уходит на вязание, ну, и на подготовку сейчас, конечно, к дачному сезону и заказываю семена, и вот первые посадки сегодня вам покажу, что уже посеяла. Так, и что еще по вязанию? В ближайшие дни планирую начать новый процесс, сейчас у меня два в мыслях, в следующем видео обязательно вам покажу, что начала. Пока не буду забегать вперед, вдруг поменяются у меня желания и мысли, поэтому, кому интересно, скоро в ближайшем видео, как уже сказала, все вам покажу и расскажу. Так, теперь давайте переходим к дачным делам и посмотрим, что я посеяла. Итак, начинаю я свои посадки. Сегодня 24 января и начинаю я с земляники. В том году она мне не удалась, к сожалению. Попытка номер два, надеюсь, что в этом году все будет. Замечательно посмотрела разные видео. В общем, теперь примерно представляю, что нужно делать. Землянику выбрала вот такие сорта Вайс Салемахер, Барон Салемахер и Александрина. Такие на слуху сорта, хвалят очень их, вкусные. У нас растет вот такая вот беленькая, я только не знаю сорт. Дети ее просто обожают. Она такая урожайная, хорошая земляничка, я ее размножала на огороде, но хочу прям побольше посадить разный. И в общем, решила попробовать из семян вырастить рассаду сама. И так пошла готовить грунт. И приступаю. Я уже наполнила три вот такие плашки, то есть у меня каждая земляничка будет в своей баночке. Они такие высокенькие. На две трети насыпала грунтом. Грунт я покупной в этом году решила не брать. В том году у меня завелась земляная мушка. Я так поняла, что это из-за грунта покупного было. И болела рассада. Не знаю, вот тот год был прям неудачный. Решили с мамой не рисковать. Это у нас компост двухлетний, хорошо перегнивший, прямо знаете, как в труху такой. Я его смешала еще с обычной землей. Все это хорошенько просеяла через сито и добавила вермикулит. Я думаю, тут питания всего будет предостаточно на первое время. Поэтому решила сделать так. Хорошо с пульверизатора сверху пролила где-то на сантиметр. И достала уже семена. Первые буду сеять. Это вайс или махер. Вот такие они мелкие. Посмотрела видео. Парень один выращивает рассаду земляники без стратификации. я хотела в этом году попробовать все-таки на снег посеять и стратифицировать. Решила на снег не буду, поскольку живу на четвертом этаже, пока на первый этаж сбегаю, принесу, уже растает, наверное. В общем, что сделаю? Я сейчас посею, просто буду брать и вот так сеять, куда как попадет. У него тоже загущенная схожесть получилась, но он говорит, что это не страшно. Главное, чтобы взошли, а потом, когда уже хорошенько разовьются зеленцы, тогда уже пикировать начинать. Попробую в этом году так, но поставлю все-таки в холодильник на неделю и через неделю тогда уже вытащу сюда к себе на стеллажик. Ну, что, приступим. Надо стараться как бы не сильно загущать, но как получится вот так вот с краешку пойду, помаленьку буду брать. Какие-то взойдут, какие-то нет. Тут видите, тоже как повезет. Семена, в принципе, я посмотрела свеженькие, поэтому ну, будем надеяться. И сегодня вот как раз очень хороший посадочный день, тоже смотрела лунный календарь по посадкам, поэтому решила сегодня этим заняться. вот таким образом. Первая посадка готова. Сейчас нужно будет подписать на крышке. Плотно крышкой закрыла, подпишу название, дату и в холодильник на неделю. И будем с вами постепенно потом наблюдать, что у меня получится. А еще я своим деткам выращиваю зеленушку, лучок, у меня постоянно растет. Я покупала на Валберес штутгартен, по-моему, сивок, да, миленький, 500 грамм и вот такой лучок вырастили. Зимой хочется чего-то зелененького и у нас вот есть такая зелень. Детки очень любят щипать его. чего-то